Президент Садр Джапаров сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисида. Садр Джапаров выразил слова поддержки японскому народу в связи с произошедшим недавно землетрясением на юго-западе Японии. Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития кыргызско-японских отношений, а также обменялись мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества. В свою очередь, Фумио Кисида отметил о неизменной приверженности Японии укреплению отношений с Кыргызстаном и другими странами Центральной Азии. Спортсмены Кыргызстана, участвовавшие в парижских олимпийских играх, вернулись на родину. Их самолет приземлился в международном аэропорту Манас в Бишкеке. Спортсменов и тренеров встретили государственный секретар Суинбек Касманбетов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов, родители и близкие спортсменов. На торжественной встрече на площади спортсменов встретили представителей Федерации спорта, болельщики, а также президент Садыр Жапаров. Минске, учитель the world of Papo and the Conservatives, финансовые отношения с Виском Бухгендарем Кыргызстанским и характеристиками. Садыр Жапаров, руководитель Садыр Жапаров, 70-30 года. Предлагодарение, учитель авторский и украинский и украинский. father of us, яичи на основу of советские художники. Садыр Жапаров, а яич olive в Кыргызстанскому. Садыр Жапаров, членные советы, contemporary служебные отношения с Кыргызстанским и современные отношения, украинские охраны, создавшие работы, Субтитры создавал DimaTorzok На церемонии награждения президент Садаржабаров отметил, что на наших глазах пишется новая история кыргызского спорта благодаря успехам и достижениям кыргызских спортсменов на Парижской Олимпиаде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и 10 автомобилей модели Chevrolet Tracker, а также были вручены денежные призы от 500 тысяч до 10 миллионов сомов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Весовой категории 68 килограмм, а Мунарбек Сейтбекуулу серебряную медаль по боксу в весовой категории 57 килограмм. Я поехал с целью получить золотую медаль и приложил все усилия для победы. Как вы сами видели, мой соперник не хотел биться, уклонялся от меня. И, конечно, было бы хорошо, если поехал бы мой тренер, но наши тренеры давали мне хорошую поддержку и мотивацию для схваток. Мунарбек, когда в детстве выигрывал юношки чемпионаты республики, международные турниры, мы тогда еще поставили цель, что этот наш ученик станет олимпийским чемпионом. Но мы старались, очень много тренировались. И вот сейчас серебро Олимпиады, мы очень рады. Бронзовую медаль по греко-римской борьбе принесли Жоломан Шерсенбеков в весе 60 килограмм, Ахжол Махмудов в весе 77 килограмм, Узур Жасупеков в весе 97 килограмм, а также Айсулу Танебекова в весе 62 килограмма. Она не просто ее забирает, она ее отвоевывает в сложнейшей схватке. Я очень рада отведать плоды нашего труда и не ошибусь, если скажу, что сегодня наслаждаюсь вкусом победы, а именно бронзовой медалью, потому что он мне достался очень тяжело. Я думала, что не смогу принять участие в Олимпийских играх, так как получила травму. И в день, когда нас провожал Садыр Нургоджоевич, я сняла шину и начала самостоятельно ходить. Перед Олимпиадой мы прошли очень много сборов за границей, недавно были во Владикавказе. Наши тренеры и массажисты хорошо подготовили нас. Теперь во время тренировок мы будем разбирать наши схватки и делать работу над ошибками. В Парижской Олимпиаде приняли участие более 10 тысяч спортсменов из 206 стран мира. Кыргызстан с 16 спортсменами из 206 стран занял 68 место по медальному зачету. А из 44 стран Азии Кыргызстан стоит на 15 месте. Отметим, что 6 из 16 спортсменов завоевали медали. А по соотношению количества завоеванных медалей Кыргызстан занял первое место среди 206 государств. В Чулпунате накануне из-за сильных ливней вновь сошли селевые потоки и затопили улицы города, сообщает МЧС. По данным ведомства, активно ведутся основные работы по ликвидации последствий. Министр ЧАЭСа Бобек Ажикеев взял под личный контроль ход ликвидации последствий селевого потока в Исокульском районе. Ночью паводковые воды вышли с берегов канала Тогусблак и проникли во двор соседнего жилого дома. В настоящее время спасатели под руководством министра продолжают работу по ликвидации последствий схода селей. Госкомитет нацбезопасности сообщил о задержании бывшего сотрудника МВД Жалила Тамбаева и экс-депутата Саладина Айдарова в рамках расследования дела о легализации преступных доходов и финансировании ОПГ. Жалил Атамбаев, по данным ГКНБ, незаконно завладел значительными средствами, которые использовал для ведения бизнеса, тесно сотрудничая с криминальными лидерами. Айдаров также подозревается в поддержке незаконной деятельности и связях с лидерами преступного мира Узбекистана. Расследование продолжается. Ведется поиск других причастных лиц. В Кыргызстане сегодня стартовал третий тур отбора и зачисления в средние профессиональные учебные заведения на 2024 и 2025 учебный год, сообщили в Минобразование. С перечнем колледжей и направлений подготовки специалистов вы можете ознакомиться на специальном сайте. Регистрация проводится через автоматизированную информационную систему до 17 часов 20 августа этого года. Согласно открытым данным, в колледже по результатам двух туров принят 37 071 абитурент. Состоялся диалог-форум в рамках проекта ЮНИСЕФ «Девочки в науке». Мероприятие было посвящено обсуждению стратегического планирования развития пилотных школ, участвующих в проекте. Основной целью форума стало представление информации о стратегических планах и практических рекомендациях для образовательных учреждений, разработанных с учетом гендерных аспектов и стем образования. Сегодня проходит презентация ситуационного анализа по школьному планированию с учетом гендерных аспектов. Это мероприятие проходит в рамках программы «Девочки в науке», которую мы реализуем 2020 года. С тех времен мы уже охватили более 36 тысяч девочек и больше 700 учителей и проводили работу на уровне политики, но на национальном уровне. Но сейчас мы понимаем, что на локальном уровне тоже нужна работа на уровне политик, поэтому мы привлекаем школы, директоров школ и обучаем, и помогаем им разрабатывать стратегические планы развития школ, которые включают все, как я сказала, высшие гендерные аспекты, включают участие детей. Проект «Девочки в науке» направлен на внедрение стем образования и гендерно-чувствительных подходов в образовательные программы пилотных школ. В ходе реализации проекта было выявлено, что многие школы не имели единых стратегических планов, несмотря на наличие множества документов. Это стало предпосылкой для разработки единого подхода к стратегическому планированию. В этом проекте мы работаем с прошлого года. Мы очень рады и вообще признательны, что есть такой проект, потому что благодаря этому проекту мы смогли активизировать своих детей. В первую очередь это для нас большой плюс. Те дети, которые раньше мы даже и не подозревали, что в них такой большой потенциал, сейчас это лидеры школы, которые сами обучились и проводят тренинги среди своих сверстников. Плюс это большая помощь в том, что мы смогли активизировать учителей по стем-предметам. Это учителя химии, биологии, физики, которые посетили тренинги, взяли очень много нового, применяют сейчас это на своих уроках и тоже совместно с детьми ведут эту работу. Большим подспорьем стало то, что сегодня проходит это обучение, диалог по поводу стратегического планирования работы школы. Да, мы столкнулись с трудностями, то есть раньше это, видимо, было как-то более формально. Сейчас мы уже вникли, нас обучили, на что нужно делать упор, как нужно уметь планировать свою работу. И мы, думая, что в этом направлении уже будем более успешно работать, очень многое взяли для себя. Ключевую роль в проекте играло привлечение заинтересованных сторон, включая представителей местных органов самоуправления, родительских комитетов и других участников. Были организованы тренинги и практические занятия, направленные на улучшение образовательных программ, воспитательных процессов и материально-технической базы школ, включая создание гендерно-чувствительных условий. Мы проводили работу по проблеме, как разработать план стратегического развития общеобразовательной школы. Проблемой занимались в связи с тем, что система образования находится на пути реформирования, крупного реформирования. Соответственно, школа должна быть готова к стратегическому планированию. Предпосылки были такие, что документов планирования было в школе много, как результат много было бумага творчества. Каждый орган управления, каждая служба требовала свои планы. В то же время не было единого приведенного в общий знаменатель стратегического плана развития школы. Вот эту проблему решить мы ставили задачу перед собой, и проект занимался данной проблемой. Проект способствовал выявлению потенциала у детей и активизации учителей по STEM-предметам, которые прошли тренинги и начали применять новые методы на уроках. В рамках проекта школы открыли экокабинеты, внедрили сортировку мусора и начали использовать современные методы преподавания, направленные на гендерное равенство. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...